Этот знак на подпорной стене у реки Сочи мало кто замечает. Между тем, это предупреждение всем рыбакам. Закидывать удочку здесь крайне опасно и потому категорически запрещено. Над рекой проходят линии с высоким напряжением и порой достаточно одного взмаха спиннингом, чтобы получить травму, несовместимую с жизнью. Особенно это касается удочек, которые хорошо проводят ток, например, углепластиковые. При этом даже не обязательно зацепить провод, достаточно, чтобы удочка оказалась на расстоянии метра от проводов, особенно в условиях повышенной влажности. Впрочем, опасными высоковольтные провода могут быть не только для рыбаков, но и водителей, особенно большегрузных машин, которые могут зацепить линии, например, стрелой. Вообще, стоянка автотранспорта в охранных зонах воздушных линий запрещена. А еще часто опасности себя подвергают те, кто пытается самостоятельно подключиться к электричеству. И порой такое хищение заканчивается плачевно. От банального хищения, когда они набрасываются на линии электропередачно-оголенные провода, заканчивая хищением того же провода. То есть много факторов оказывает на это внимание. Поэтому просьба такая, беречь свою жизнь, не проводить никаких санкционированных работ грузоподъемной техникой, легковой техникой в охранной зоне воздушных линий, вне зависимости от какого класса напряжения. А хозяин вот этого строящегося здания на улице Обавяна возводит дом прямо под воздушной линией электропередачи. Строит с большим риском для жизни. И таких в Сочи немало. Нужно делать согласование с электросетевой организацией. В данном случае это филиал Кубаниэнерго, сочинские электросети. Обратиться, хотя бы получить консультацию, как поступить, составить проект согласно схемам электросетевого распределения по выруду. И исключить от себя вот эти вот проблемы. Еще одна группа риска, которой сочинские энергетики уделяют особое внимание, это дети. Уроки по энергобезопасности в школах города стали уже традиционными. В их ходе детям рассказывают, как обращаться с электричеством и раздают специальные памятки, чтобы не забывали об опасности, что особенно актуально во время длительных летних каникул.